Как нам известно, на Китае это розный чай. История чая уже более 4700 лет. Зеленый чай и черный чай для вас более знакомый. А в самом деле у нас еще есть белый, желудный, красный. Еще есть улум. Улум это типа синий чай. Синий, да, синий между зеленым и черным. Штается средний, полуферментированный. В Китае хороший чай и плохой чай, когда разница. И думаю, что, наверное, пес разница. Конечно, неправильно. Ну и что в год люди собирают 4 раза. Весной эти раз, летом 2 раза, еще осенью эти раз. Вообще наоборот. Но хороший чай много положить не надо, потому что аромат и вкус очень быстро идет. По листочке сырой. Сырой листочке очень нежный. Если гиппом заваривать, витамин будет и поделять. Обычно прямо с водой 80 градусов. Торщимся в вес достаточно. И как-то его заварить, долго терять с водой не надо. Но несколько секундов чай уже готовили. Так-то прямо личную воду сливать, остатки без воды хранить. В течение одного дня. На второй день уже не пьем. Свост уже потерялось. А красный чай, черный чай, у них цвет очень демный. То есть в дереве в процессе очень сильно горели. Поэтому вот такие листочки, вот такой черный цвет. Но вот такие чай надо кипятком заваривать. Именно круто кипятком. Но просто в чай попозже положить. Одну ложку на 500 мл можно заваривать 10 раз, 12 раз. Потом делаем. Потом так и делаете, да? Не знаю тут, что такие же. На Варике первая заварка самая хорошая и самая вкусная. А в Китае, наоборот, первую заварку мы его не пьем. Мы сливаем, чтобы один раз промиваем. А многие из вас не поняли, спросили у них, соня, почему китайский чай надо промыть? Проразмишь вы? Конечно нет. Просто люди в дереве в процессе ручной. Руками собирают. Поэтому лучше один раз промывать. А вторая заварка считается самая ароматная. А в третьей, по седьмой, самый вкусный. Его можно заваривать не меньше 19 раз. Это считается хороший чай. Какой заварки четыре раз, пять раз заварили, это неправильно. Это не хорошее качество. Хорошее качество всегда можно больше в восемь раз заваривать. Восемь раз, десять раз можно заваривать. И получается, каждая заварка вкус по-своему. Сливаем чайная пара. Високая для дыхания аромат. Низкая для попробований чая. Почему китайцы так любим пить чай? Потому что мы хотим потолшевить. Чай хорошо помогает в наше здоровье. Чай, чай, чай не добавляет. Слушай, гречи только. Вот, наверное, что. Кустка, да? С лаковатой, после вкуса. Ты перейдешь в горло. Он у него вкус очень отходит. Горло очень болезнен. Можно написать название его, чтобы потом не перепутать с другими. Чай, чай, чай. Чай, чай, чем свежее, тем лучше. У него срок хранения очень маленький. Точки изменились. Получается светлее. Это значит, чай хороший. Если у вас печа хорошая, тогда глаза красивые и прослачные. Если печа плохая, тогда глаза желтые и му. Яна так шутит. Если потолочили водку, можно расценивать чай побольше, чтобы печь отвзять. Чай, который в Китае, и оттестованный чай не ценится ни на вису, ни на свежую. Это из листочков. Да, из листочков. Да. Ух ты, здесь же, и больше. И выше 30 добавленных. Жалко, что 70 лет назад у нас война была с Японцами. Поэтому сейчас в Китании много девушек. Каждый день. Скажи, я, кажется, я не упоплю, чтобы покутить. Уже. Да. А это во-первых, это не зверем. Это зверем. Это во-первых. Настоящий вот обычай заварили. Первый заварку мы сливаем. Не пьем, чтобы сливаем, а террас. А вторая заварка по 7-ой заварке, по 8-ой заварке. Повтрите. Повтрите 8 раз. Если до конца аромат, вкус острый, тогда считается настоящим. Если нельзя повторить, два раза, три раза, сразу пучки, тогда считается бадилкой. Добавляем три вида сушеных цветов. Считается китайский витаминный чай. Много витаминов, соответственно, постоянно его пьете. Хорошо для кожи, для пищи, для обовинных веществ. Добавляем три вида сушеных цветов. Соня рассказывала на чужом для нее языке, очень трудном, который она выучила, о продукции профессионально. Если кто-то из вас через год повторит о любом нашем продукте на китайском языке, так как Соня, поездка в Китай бесплатна. Спасибо.